В минувший четверг состоялось очередное заседание административной комиссии города. Было рассмотрено три дела по административным правонарушениям. По результатам рассмотрения дел к нарушителям приняты меры, предусмотренные соответствующими статьями Кодекса об административных правонарушениях. Работы у административной комиссии хоть отбавляй. Каждую неделю проходят заседания и всегда есть протоколы, составленные на нарушителей закона. Вот и на этот раз фокинцев привлекли к административной ответственности за нарушение правил благоустройства и парковку в неположенных местах. Первый материал, рассмотренный на заседании, поступил в отношении директора управляющей компании «Сантехсервис». В частности, жители жаловались на то, что в районе дома Карла Маркса 53 гололёд на проезжей части. Сергей Иванов на заседание явился и выразил своё несогласие с протоколом, утверждая, что данная территория дому не принадлежит. Вот вы говорите, почищен. Смотрим фотографию. И что? Ещё одну. Это конфиденция площадка? Это подъезд к контейнерной площадке. Вы говорите, почищен. А вот это что? Это что, не лёд? Это с торца дома. Я понимаю, за домом поджимый лёд. Вот лёд начинается. Вот контейнерная площадка. Вот здесь всё чисто, нормально. Вот она. Ну как, ну чисто? Если я здесь вижу лёд, а вы говорите, чисто. Да николь, да, я там не вижу. У нас вопрос по торцу дома. Торец дома, там у вас лёд. И здесь это очень хорошо видно. Лёд, я ещё раз говорю, заливается с бугра. Перед этим была оттепель. И вот эту шишку прорвало. Всё, и залилось оно. Это не из-за этого. В результате непродолжительных споров и пререканий члены административной комиссии пришли к выводу. Прекратить производство по делу о привлечении к административной ответственности директора управляющей компании «Сантехсервис» в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения. Сейчас по факту образования наледи на проезжей части в районе дома по улице Карла Маркса, 53, будет разбираться специально созданная комиссия, в состав которой войдут представители управляющей компании и примтеплоэнерго. Специалисты попробуют разобраться, откуда же всё-таки идёт поджим воды. Я живу в этом доме. Поджим фактически сверху идёт. Склон практически сухой, а вот эта вот часть, откуда она идёт, идёт. И водится по дороге, вот сюда вытекает. Далее на заседание пригласили нерадивых автовладельцев, которые по-прежнему нарушают административное законодательство и припарковывают свои автомобили, где придётся и как придётся. Допустил парковку автомобиля марки «Ниссан» «Сирена». С заездом на газон, с проездом по тротуару в районе МКТ-35. С протоколом не согласен, не стоял на тротуаре, не стоял на газоне. Там нет газона. А его там и не будет, если вы там постоянно будете машину стоять. Там есть бордюр. Ну, так вы же за него заехали. Заехал. Почему я заехал? После обсуждения, в случае данного гражданина, комиссия постановила признать его виновным в административном правонарушении и взыскать штраф в размере 1 тысячи рублей. Принято решение ограничиться минимальным штрафом, так как вы у нас по данному правонарушению вообще первый раз. Я не нарушаю никогда. Постановление вам придёт по почте. С момента получения постановления у вас 10 дней обжаловать постановление в суде или в прокуратуре. И ещё остаётся у вас 60 дней потом на оплату штрафа. Ещё один материал рассмотрели члены административной комиссии в отсутствии нарушителя. Автоледи припарковала свою машину прямо на детской площадке. Женщину также оштрафовали на 1 тысячу рублей. Отметим, что основной задачей комиссии является своевременное, полное и объективное выяснение обстоятельств каждого дела об административном правонарушении. Рассмотрение дела в соответствии с действующим законодательством. А также выявление причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений с целью их профилактики.